И привет-привет, друзья, с вами Сейнс и мы продолжаем играть в Рейнкс. Снова будем править королевством, сильно и жёстко. Так, первый диалог у нас, моё исследование не продвигается, стоит ли мне продолжать. Так, исследование, я уже не помню, что он там исследует, но... Да? Немножко посмотрим, к чему он нас приведёт. Устерики, капля, опасная болта для путников, нам необходимо хорошенько его почистить. Ё-моё, тут знатно съест нас денег. Ой-ё-ё-ё, хорошо. По какой стороне дороги должны идти повозки? По правой, чёрт подери. Зерно сильно подешевело, милорд, нужно вывести на хлеб. Удвойте, обязательно нужны деньги, бог с ним, с людьми. Мастер Иоанн Актуарий проводит безбожные эксперименты с самого его присутствия при дворе богохульства. Нет, мне церковь не жалко. Сообщение говорится, предлагаю вам услуги искусственного шпиона. Подпись П. Да. Призывать на службу шпиона, друзья. Мой король, кажется, наша армия не слилит за гигиеной. Нужно подвратить много зрений на решение этой проблемы. Блин. А если нет, то, наверное, очень сильно слезем. Ну да, да, блин, да вот армия усилится. Ладно, нет, пока. Коррелство Юга заявляет, что вы должны жениться на их принцессе. Даткас может начать войну. Хорошо, мне как раз помешает маленькие плюсики. Генерал Арнольд Деверский лосось получила по течению реки Мэта, друзья, уже видели. Ну, если ты договоришь, понижайте семечная армия, и окей. Нужно построить новую церковь. Нет, достаточно у вас. Ваша крепость с Лобаном нужно построить новую башню. Твою мать, твою мать, да. Ваш рукав поскользнуло с меня. Да? Проваливай. Да? Так, пока не понял разницу между этими цветами двумя. Ну, ничего страшного. Похоже, мы советы... Так, я преклоняюсь, конечно, начинайте, друзья, церковь сильно просядет. Землетрясение разрушило большую часть столицы. Городская сразу же ждет ваших приказаний. Нужно мадреста предотвращать. Ой, как люди просели. Ого! Твою мать. Да, нужно слышать сбор налогов, иначе мы в задницу. Хотим снять новую налог для церкви. Твою мать. Я не знаю, что просядет. Люди просядут или нет? Да, люди просели почти в задницу. Восточный бород с основой убили войну. Или ходи бегущую из границы. Так, как мы и говорили, закрыть границу. Перейдите. Если мы приютим людей, закрыть границу... Давайте закроем границу. Мелот, волки пожирают наших детей. Мы можем учить о них охоту. Лично этим займусь. Охота разочаровала. Одни грибы, коричневый и синий. Дай мне синий. Дай мне коричневый. Дай мне коричневый. Ничего не происходит. Жалко. Дайте ей больше власти. Пожалуйста. Знаете, только вот армию нужно немножко в задницу загнать. Мы хотим организовать. Получится на святого... Копать глубже. Да, копайте... О, черт, налогат. Голодает. Черт, черт, черт. 22 года власти, друзья. Первый наш заход на сегодня. Маловато. Маловато, конечно же. У меня рекорд, по-моему, там 60. Кстати, кому интересно. У меня не интересен вопрос, как перезапустить игру. То есть, например, игра длится бесконечно, и пока не... Там до какого-то упора на ней не дойдешь, она не закончится. А как вы могли заметить, кто внимательно смотрит предыдущую серию, сейчас я играю как бы заново. Так вот, для этого, друзья, нужно нажать кнопочку R и подержать целых 5 секунд. И случится вот такой вот вопросик. Хотите сбросить игру? Сбросить или отменить? Я, конечно, сейчас меняю, но можно. Можно все-таки начать сначала. И поэтому, если вы собираетесь с друзьями, там, например, под пивко, просто посидеть фичериком когда-нибудь, не знаю. Или в компании, эта игрушка есть на телефонах, можно весело играть на то, кто дальше проживет ее. Действительно, очень смешно получается. Так, мы продолжаем играть. Меня зовут Геральт теперь. Я хотел бы послужить месту по миновению вашего... Угу, по миновению вашего отца. Давай. Меня здесь нет, я тень. Это шутка или... Чувак очень прикольный. Восточные баронства собираются под знаменами ужасно упаковаться. Пошлите армию. Блин. Да. Группа людей впала в ярость и охотится на ведьм. Мы можем убивать по необходимости. Да. Очевидно, это помешательство вызовано заражением души. Жечь запас. Да. Черт. А нет, не сильно просадил исчезновение. Запас вросла угроза голода. Население ведущей горды. Хорошо. Что не поделать? Вы хотите жениться на принцессе со стильной королевства, друзья? Да, я хочу. Жениться... Так, сеньор, на нас напали. Бродяги наводнили улицы. Вы швырнулся их? Соскарь ушла вперед. Это плохо. Народ голодает, милорд. Цена на хлеб слишком высока. Снизится оно наполовину, ничего не поделаешь. Ёми, лорд. Вы не слушаете моих советов. Вы мне не доверяете. Да? Окей, немножко по деньгам просе попринялись. Пойдем вместе на весенний фестиваль. Я могу пригласить моих милых подруг, чтобы различить национальных гостей. Ну хорошо, да. Немножко поднимаем людей. Ваша креста обеднела, а я слабо. Моя великодушная помощь бесплатна. А давайте в этот раз, друзья, примем помощь. Дай, давай, как-то отказался. А вот сейчас попробуем ее принять. Например, да. Наши враги хотят заключить мирное соглашение. Это лучший способ закончить войну. Ну хорошо. Да, пускай еще немножко поднимемся. У меня есть знакомый, очень знаменитый министрель. Наполнит воздух сладкозвучной музыкой. А вы знаете, нет. Мне этот министрель не сплющился, поэтому давайте-ка я его отошлю от дворца. Вы решаете, что деньги от двора лучше потратить на что-то другое. Действительно, правда, и пока мне это не нужно. А вот, потому что мне квест был призвать на службу министреля. Ну, хрен с ними, я думаю, если еще раз разберемся. Пока я проводил свой опыт, я открыл отличный способ перегонки алкоголя. Готов разделить доход. А давай. Народ из дальних деревьев учат своих детей плевать людей-короля. Подать им пример. Да. Ой-ой-ой. Мы нашли в подземелье опознанное тело. Рук нет. Усилить гарнизон. Да. Я знаю убийцу из подземелья. Это злой палач. А вот я тебе не верю. Я? Насилие моя работа, а не развлечение. Я овощи выращиваю, изучаю красоты природы. Это круто. Судья Джон, ты крут. Это здорово, друзья. Вот такие вот у нас палачи при дворе. Так. Я тебе верю. Я тебе верю. Вот так. Кто же убийца тогда? Я знаю. Купец. Да. Вот так. Тоже самое немножечко уравнялись. Снизили деньги. Нельзя, чтобы они были слишком высоко. Королева. Бьевьен, обожаемый людьми и армией. Дайте ей больше власти. Нет, если дам ей больше власти, будет задница. Нельзя. Несколько деревень притворили, что на них напали небесные существа. Ловко, чтобы платить меньше налогов. А вот я им верю. Вот так. Любовь моя. Я хочу организовать турнир. Только через мой труп. Давай так. Река Капля затапливает большую часть страны. Нам нужна помощь церкви и армии. Армии, 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 армии. Вот твою мить. Хорошо, ладно. Все, минусы. Немножко в плюс. Нормально. Королева Юга приподнесла вам 40 книг. Нужно поставить библиотеку. А, давайте. Милорд, не хотите ли немного подфитовать? Я хороший наставник. Давайте сделаем небольшие ставки. Нет, не хочу. Кота. Кота нет. Кот на охоте. Кот? Господи. Из-за спалма не хватает такого характера. Если я скажу, господи, наверное, повинется немножко... Нет, просявать! Ой-ой-ой-ой. Послание гласит. Островизяне угрожают нам. Мы должны напасть на них первыми. А вот да. Там немножко просядет деньги. Ну да ладно. Сыр. Нужно выделить деньги на общественный амбар, чтобы не было голода. Да. Амбар, друзья, очень хорошая штука. Пошелся нам недешево, но это хороший способ избежать голода и народных волнений. То есть, если вдруг мы просядем полностью по людям, амбар нас спасет. Это замечательно. Вот теперь бы деньгов раздобыть. Нужно создать музей естественных наук, чтобы коллекционироваться разнотворимой гул. Помочь в свободное время. Нет. Сиди привать на свой же народ. Подожди, стоп. Ну нет. Посели. И все? Тебе лучше не еще сказать по делу. Государственные дела. Аббел, надо не оболчать. Да, видимо. Я могу научить вас кое-чему из белой магии. Нет, пожалуйста. У нас денег еще нету. Так. Генерал, лосось получит подсветящие. Ну, забудь. Ну, если ты говоришь. Восточные парусы напали. Можем выдержать сверху, только выяв общий призыв. Да. Рекс зовет пойти за собой. Хорошо, хорошо. Рекс приводит вас к одинокой повозке на различной площади. Войти в фургон. Не говори мне, я вижу короля или дворянина. Короля. Исполненного величия и королевского хладнокровия. Перед ним... Собака. В виде будущего. С красными глазами и ухмылкой на губах. Он придет вновь. Дьявол. Друзья, помните, к нам приходил дьявол в виде собаки? Вот я подумал, что это как-то связано. Хорошо. Продолжай. Продолжай. С вас создавал этот монет. Это просто мошенничество. Где ты? Пей с своими монетами. Корабль на карантине. Возможная чума. Закрытие. Блин. Да вот мы просядем. Все. Милорд, ваша страна разрушена. Все принадлежит купцам и знати. Пам. Воспитают дос на тебя тело. Бросают собакам ваше имя. Становятся ругательски. Твою же. Геральт видящий, друзья. Тридцать три года. Окей, окей. Хорошо. Давайте-ка еще одного двух королей сплавим. Посмотрим, как у нас. Восьмой король. Призывать на службу министрей. Править как победитель. Обзавестись наследником. Друзья, дальше мы сможем пойти в крестовый поход. Отправиться на другие материки. Захватывать много-много чего есть. Я поигрался. Для себя, как говорится, сильно не записывая. Потому что на это все-таки нужно тратить усилия какие-то. А вот сейчас специально для вас. Переигрываю, записываю. Так как игра мне-то ничего не дает. Потому что здесь каждый раз какой-то дичайший рандом. Какие-то ответы я, может, уже знаю. Но большинство им все равно приходится рандомить. Поехали дальше. Долгих лет королю. Я буду молиться о вашем процветании, ваше величество. Давай. Деньги сняли. На востоке ручьи голодные рептилии. Пошлите меня для расследования. Да. Я ничего сняли. Столичные ювелиры создали картель для торговли. Я не прошу ваше одобрение. Да, пожалуйста. В поисках золота монтанулись на вход в старую странную крипту. Жуткую с предыдущим шепотом и скверным запахом. А вот пойду, друзья. Панель пропал. Назад пути не будет. А ваши крылья... Так, все. Вот тут у нас... Так. Мышьяка. Продолжить. Дверь золота. Открыть его. Взять ключ. Развернуться. Огня. Дверь воздуха. И мы нашли выход. Вернуться в замок. О, да, друзья. Мы отлично прошли. Так. Амбициозный вечер. Объединение от бородства. Уууу. Я только что успешно прошел подземелье. Это круто. Главное, в конце помни, что воздух... Ну, соответственно, там должен быть выход. Так. Послать армию. Да. Конечно же. Вы удерживаете с восточного бородства в состоянии хаоса и беспредельничной власти. Отлично. Креста юга заявляет, что вы должны жениться в своих принцессе. К этому отказ можешь начать войну. Ну, хорошо. Мужчинка проблели, но только вот... Так. Оборотни? Оборотни? Не думаю. Нет. Я бы сказал, что это крайний недостаток физической птины. Светы здесь не очень понимаю. Я, ну... Просто... Я вижу философов в самом сердце крестового похода. Отлично. Мешка просадили в церковь. Королева Фелисия, обожаемая людьми и армией. Дайте ей немножко власти. Дайте ей больше, точнее, власти. Дайте нам власть восстановить... Нет! Стив! Так. Накрымте армию, пожалуйста. Наша армия сильна. Нам стоит стоять на мировом соглашении. Черт, я не знаю. Как бы сейчас не прокачать армию слишком сильно. Да! Так. Что-что? У нас самое лучшее излечение для народа это дурацкий фестивой. Так. А мне нравится. Ай-яй-яй. Зря я вкачал так сильную армию. Ага, по пляшам я как уточка, пока какой-то дебил издевается над людней. Прямо темно века, стыдоба. Я, мы. Людям нужна драма, действия, любовные истории для взрослых. Их нужно развлекать. Да, им нужно развлекать. И так назначаю себя головой развлекательного управления. Нет-нет, не стоит благодарности. Ладно. Правец как победитель. Только вот я сейчас... На улицах анархии огромная толпа почти прорвала замок. Чёрт подери, да что ж так мастер-манипулятор. Ну, сейчас меня оприходовали. Ваше проявление окончено, но вас никто не трогает. Вы умираете позже, вас поминают добрым словом. То есть мы как бы хороший король. Мы догнали людей до... Ну... Гарри Козырь Вулкаре. Давайте, друзья, ещё одного... Короля себе. С плавем. Чёрт, хочется побольше. Здесь можно получить бонус, который будет показывать плюсики, которые вы получаете, и минусики. Это очень-очень тяжело. Ну, как бы, нужно есть специальный гриб. Но... Было бы круто. Я бы хотел исполнить для вашего личства песню. Называется Дуракович, да иди ты в... С этой песней. Люди из западной деревни боятся гоблинов. Кто об этом позаботится? Да вот ты. Церковь зайдёмся. Надо достучаться до аудитории и... Показать, что нам не всё равно. Казнь это скучно. Нужны салюты и глупые игры. Блин, ну... А, чёрт, ладно. Сделал ведь, что я этого не слышал. Да. Выходите, деженец на председательстве Среднего Королевства. Хочу. Ценовую церковь не хочу. Церковь в церкви достаточно. Все монахи в женском монастыре начали мяукать по кошачьей. Так, генерал. Включаем армию. Так, включаем церковь. Очень жалко. Выпосылайте армию. И в итоге... Церковь в шоке, но согласилась. Похоже, мои советы. Я преклоняюсь. Окей. В этот день его нужно праздновать. Нет, пожалуй. Стоит ли продолжать? Да, я продолжу, пожалуйста. Пожалуйста, останется в жёсткое и бессмысленное убийство невинных юношей и девушек. Я об этом не знаю. Попробуй в другом месте. Трус. Эдвард Трус. Вот так, друзья. Ваша крепость и слабая. Нужно поставить башню. Да. Милорд, желаете похотиться на хипонов? Это чертовски опасно. Сейчас не хочу. Можно и погибнуть. С гильдии купцов продают товары. Перекратите это. Нет, нет, нет. Пожалуйста. Церковь в задницу, деньги в плюс. Так. Жахты полны. Мы богаты. Я богат. Мы богаты. Отлично. Мы немножко всех прокачали. Ваша жена втайне влюблена в кого-то другого. В кого? В кого? Пьяная компания ваша солдат. Задила баста. Мы хотим в разуде. А вот нетушки. Да, ты представляешь, но тебе ничего страшного. В моей семье смеются над размерами нашего замка. Нужно поставить большой дворец. Нет. Слишком многих нужно казнить. Мне нужно требовать помощи армии. Да. Я думаю, что можно напасть на западное королевство. Крутая модная война. Нет. Кривая она, обожаемая людьми. Так. Больше власти королеве. Ну да, пожалуй. Наша церковь слаба. Норма богатых. Да. А вот и нет. Дайте нам власть в стране. Восстание, пожалуйста, будет возвратить цену. Нет. Хммм. Молодая женщина настаивает, что ее женат. Сын бастард. Нет, друзья. Так. Нет. Обзавестись наследником. Я не убил сына. В итоге у меня есть бастард. Одного я уже такого прикончил в предыдущей серии. Он там у меня руку поднял. По-моему, вы дождите. Нет. Нет. Как раз ты не прикончил. Я его приютил. Потом меня свергла армия. А этот сын в итоге меня и того. Блин. Это... Столинь. Так. Лечить насилие. Закрыть ворота замка. Давай. Айте. Закрыть ворота замка. Неслыханно. Генерал. Так. Мечен спасили. Так. Кто подлежит казни? Твою. Твою. Генерал. Генерал. А, все. Захватчики на пороге. Армия слишком слаба, чтобы сопротивляться. Все, друзья. Ну, что ж. 24 года. 820 год у нас на дворе, друзья. Эдвард отец. Вот так вот у нас. Так, как там надо посмотреть, что у нас там по ступенькам-то этим. А вот просто вот так. Ясно. 24, 13, 32 года у нас сегодня рекорд. Это, в принципе, неплохо. Смотрите, какой здесь рекорд. 64, мать его, года. Гелларк, Седовлас. И вот это вот было мощно. Это повторный мой заход был. Ну, что ж. На этом все, друзья. Я надеюсь, эта серия вам понравится. Эта игра, в принципе, достаточно интересная. Пытаться продвинуться дальше уже в роли короля Уильяма. Мы будем в следующей серии. Надеюсь, у нас получится... Подождите, побить свой рекорд в 64 года, это очень-очень тяжело. Вот что нам следует посмотреть, так это как мы пойдем в крестовой поход. И прочие-прочие крутые фишки. И я очень хочу встретиться еще раз с дьяволом. Я думаю, будет интересно. Ну, а пока все, друзья. Жду от вас лайков и подписки на канал. Еще услышимся. Всем пока.